друзья мои далекие близкие всем привет привет что осень быстро тоже пролетает октябрь закончился уже ноябрь я знаю что в россии опять ограничения и все сидят по домам у нас андреас сегодня вернулся из санатория собственно говоря я ждала этого момента и думала что тут же улечу в санкт-петербург теперь вся опять в непонятных размышлений есть плюсы конечно подешевели самолеты перелеты люфтганса из фридрисхаффена до санкт-петербурга были буквально месяц назад это 400 450 евро сейчас уже стоит порядка 230 евро это и понятно сезон отпусков закончился тем не менее хочу сказать что небо над боденским озером в последнее время испещрено следами от самолетов все-таки народ куда-то летает кстати говоря одними из самых безопасных стран для путешествий по европе признаны испания франция италия и польша поскольку там уже несколько недель регистрируется низкий уровень инфицирования а значит риск заражения для туристов минимален это замечательная новость для тех туристов которые планируют провести осенние зимние каникулы в европе без дополнительных ограничений и без карантина что касается привитых российскими вакцинами наших соотечественников то они не смогут отправиться в эти европейские страны так как пока эти вакцины не одобрены европе питалия продлила ограничения на въезд российских туристов до 15 декабря погода выдалась прекрасная гуляю по центру фридрисхаффена а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще по поводу того, как попасть в Италию. Сообщают, что итальянское правительство рассматривает на данный момент возможность включения в систему сертификатов Евросоюза, Green Pass, туристов, которые вакцинированы российским препаратом. Ситуация меняется практически ежедневно. Посмотрим, что будет. Ну а у нас в земле Баден-Бюртенберг с сегодняшнего дня, с 3 ноября, к непривитым применяются более строгие правила. ПЦР-тесты для кинотеатров, бассейнов, контактные ограничения. Что-то в последнее время подскочило количество пациентов в отделениях интенсивной терапии. И правительство штата в настоящее время делает выводы. В общем, только совсем немножко расслабились, даже успели куда-то съездить, отдохнуть. Ну что ж, а пока у нас не закрыли променад, не закрыли опять, как в прошлом году, ресторанчики и кафе. Можно погулять, можно посидеть, выпить кофе, посмотреть на Боденское озеро. Я тут съездила, уже поплавала в бассейне. Там, естественно, либо с тестами, либо с прилимочными сертификатами. А еще вернули такое ограничение, как было и весной. Нужно заранее через интернет зарегистрироваться на посещение. Ну, друзья мои, на безрыбье и рак рыба. Ведь самое главное сейчас что? Чтобы мы и наши близкие были живы и здоровы. Отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал, на наши каналы в YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.